500 рублей. Таков штраф за переход дороги в неположенном месте. Возможно, пора эту сумму увеличивать, ведь иркутяне часто перебегают проезжую часть там, где делать этого нельзя. Почему люди игнорируют правила, рискуя жизнью, в этом попытался разобраться Данил Седов в традиционной рубрике «АвтоХам». Вот он, один из самых загруженных в Иркутский перекресток. Здесь, на пересечении улиц Темирязева и Байкальской, за день проезжают сотни машин и проходят тысячи пешеходов. Поэтому неудивительно, что везде есть зебры, которые позволяют людям безопасно перейти дорогу. Но пользуются ими далеко не все. Некоторые буквально в 20 метрах от перехода перебегают проезжую часть, подвергая риску свою жизнь и привлекая внимание сотрудников ДПС. Я просто тороплюсь на маршрутку, мне надо. В связи с этим перешли в неположенную месте? Да, но машин не было, я перешла. Нет, не знаю. Извините, меня не понизляют. У нас примерно нет. Ну, из деревни приехали. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Переход проезжей части в неположенном месте – серьезное нарушение. А значит, придется оформить протокол и выписать штраф на 500 рублей. И пока инспектор оформляет одного нарушителя, дорогу в неположенном месте пересекают другие. Прямо перед машиной ДПС. Что именно людей заставляет массово нарушать правила дорожного движения на этом участке улицы Байкальской – абсолютно непонятно. Ведь на перекрестке с улицей Софьи Перовской и Тимирязева есть пешеходные переходы. Кроме того, на этом участке есть огромное количество ограждений для того, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения. Однако, несмотря на это, какая-то абсолютно неведомая сила заставляет людей переходить дорогу там, где это делать запрещено. И такую картину можно наблюдать не только на Байкальской. Вот улица Ленина. И снова людям лень идти до зебры. При этом в городе с начала года случилось уже 60 ДТП с участием пешеходов. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, трое скончались. Каждая минута приводит к появлению нарушения. Работа ведется как профилактическая, так и уже в рамках действующего законодательства. Мы стараемся привлечь внимание всех участников дорожного движения к этой проблематике. Проводим работу также в образовательных учреждениях. Интересно, что сегодня наша съемочная группа заметила нарушителей только среди взрослых людей. А ведь, как известно, дети всегда берут пример со старшего поколения. Дурной пример, как известно, заразителен. Поэтому некоторым пешеходам стоит серьезно пересмотреть свое отношение к правилам дорожного движения. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням.